Всем привет! Сегодня у нас с вами довольно серьезная тема. Я предлагаю поговорить на тему ухода и коррекции зоны вокруг глаз. Я поделюсь с вами своим опытом. Если вы пользовались чем-то классным, а если еще недорогим, то, конечно же, мы все ждем ваших комментариев, отзывов внизу. Если вы пользовались чем-то из того, что буду упоминать я, то также напишите, пожалуйста, как вам, подошло или нет. Это очень-очень полезная информация для каждого, кто посмотрит этот ролик. Давайте начнем. И первое, самое главное, это уход, который, я напоминаю, мы подбираем, исходя из того, в каком состоянии находится ваша кожа. Не ориентируйтесь на возраст. Просто трезво оцените состояние кожи вокруг глаз. В личном вашем случае. Смойте косметику, посмотрите на свою кожу при дневном освещении и определитесь, в чем нуждается она. Первые морщинки могут появиться довольно рано. Это зависит от генетики, от многих факторов окружающей среды, образа жизни и так далее. Далее, тут такое дело. Кто-то в 25 жалуется на уже имеющиеся морщинки, а кто-то в 40-летнем возрасте не знает, что это такое. Кому как повезет. Мне 30 лет, у меня сухая кожа, поэтому я нуждаюсь в более таком интенсивном уходе. Но все-таки на каждый день, к примеру, если это лето или такое межсезонье, я использую что-то довольно легкое, но как только наступают холода, я всегда перехожу на более интенсивный уход. И вообще, на ночь я всегда люблю нанести что-то поплотнее. Ну и, конечно же, антивозрастной фактор в моем случае приветствуется, но я как-то особо не фанатею. На каждый день я пользуюсь чем-то таким не слишком жирным, чтобы не перенасыщать область под глазами, чтобы тоже косметика нормально наносилась, если я окрашусь. И если вам не 18 лет, и вы находитесь в поиске каких-то хороших, действенных кремов, то могу посоветовать вот эти вот два. О креме от марки Benton я уже очень много рассказывала. Целых 30 грамм. Это не самый бюджетный крем под глаза, но зато его на очень долго хватает. И мне нравится его текстура. Она кажется такой плотноватой, но под воздействием тепла пальцем начинает таять. И такими похлопывающими движениями очень хорошо распределяется по области вокруг глаз. И так, как я сказала, для утреннего и вечернего применения он не то чтобы годится, он идеально подходит. И мне также нравится состав, что немаловажно. Здесь и ферменты, которые помогают всем остальным компонентам проникать глубже. И пептиды, и керамиды. Все это в совокупности обязательно положительно скажется на состоянии нашей с вами кожи. Этот крем как минимум дает хорошее, качественное увлажнение. Поэтому советую и вам попробовать. На данный момент я пользуюсь кремом от марки Lancome из линейки Genifique. Мне его хватило на 2,5 месяца. Сейчас он практически подошел к концу. Сначала, когда я увидела, что у него такая полугелевая консистенция, я подошла к нему с небольшой скидкой и начала им пользоваться именно в летнее время года. Так как, когда за окном тепло, хочется чего-то легчайшего, чтобы это не ощущалось на коже. Я была настолько приятно удивлена тому, как здорово вот эта вещь улажняет область вокруг глаз, освежает. Мне показалось, что он немножко убирает припухлости. Я особо как-то этим не страдаю. Ну как-то вот под правым глазом иногда появляется отек. И мне очень и очень понравилось. Единственное, это расход. Я даже готова купить его повторно. Мне кажется, что это какой-то мой психологический момент. Мне кажется, что гировой текстуры будет недостаточно. Я наношу этого крема больше, чем следует. Сколько бы я его не нанесла, моя кожа всегда в потрясающем состоянии. И он настолько хорошо себя ведет под косметикой, что это фантастика. Вообще вот эта вот линейка Genifique мне подошла и понравилась. Здесь и гиалуроновая кислота, и бифидобактерии. И вот этот крем, как мне кажется, подойдет девушке в любом возрасте. Поэтому тоже присмотритесь. Если вы планируете потратиться, то вот этот малыш заслуживает ваших денег. Что касается чего-то более бюджетного и, кстати, натурального, то могу посоветовать два крема, которые дают не просто увлажнение, а питание. Поэтому в преддверии холодов обратите особое внимание на вот эти вот два кремика под глаза. Я, конечно же, не призываю никого скупать сразу несколько кремов под глаза. Вполне достаточно одного из тех, которые я сегодня упоминаю, если, конечно же, вы нуждаетесь в чем-то таком. Итак, первый крем с натуральным составом от марки Nakomi. Это польский производитель. Я сама им пользовалась весной и зимой. Видите, у меня ушло пол баночки. Он имеет как бы легкую текстуру, но при этом маслянистую. Если вы приветствуете такой финиш так же, как я, то этот крем вам придется по вкусу. Мне, в принципе, нравится, когда уход не впитывается под ноль. У меня создается впечатление, что моя кожа как будто защищена от воздействия окружающей среды, опять же, от косметики, которую я наношу. Если я пользуюсь консилером, то зачастую я также припудриваюсь. И мне не нравится ощущение стянутости под глазами. Когда я пользуюсь вот этим уходом, о котором я сегодня рассказываю, ничего такого нет, поэтому, знаете, вот эти все банки соответствуют всем моим требованиям. И также, если вы бываете где-то в Сербии, Черногории, Хорватии, то присмотритесь к крему от марки Aphrodite Cosmetics. Его довольно сложно достать в наших с вами странах, даже в Польше, но они бывают на разных косметических выставках. Свой я купила и в Хорватии, покупала, и тоже на выставке, и снова в Хорватии. И вот знакомая должна привезти мне еще одну баночку, хотя, как видите, у меня тут всего предостаточно, но хочется иметь запас. Этот крем имеет относительно натуральный состав, то есть здесь в самом начале есть масла, и этот крем имеет такую плотненькую консистенцию, но она, опять же, хорошо наносится, распределяется. И всегда, когда я еду в какие-то поездки, моя кожа часто пересыхает. Я беру с собой вот этот крем, пользуюсь им. Я знаю, что в любой непонятной ситуации кожа под глазами будет в хорошем состоянии. Еще из ухода под глазки мне нравился крем от марки Kiehl's с авокадо. Это у меня закрытая баночка, но в свое время я использовала целых две. Я считаю, что это довольно универсальное средство, которое подойдет как молодой девушке, так и молодой женщине, если вы не нуждаетесь в каком-то супер-мега-питании, вот этот крем дает больше увлажнения. Если сравнивать так, то вот этот дает тоже больше увлажнения, вот это питание. То есть это тот крем, который подойдет в качестве основного ухода большинству из нас. Не у всех такие запросы, как у меня, чтобы было прям жирненько под глазками. Этот крем хорошо распределяется, но надо наносить небольшое количество. Я советую взять чуть-чуть, разогреть между двумя пальчиками и такими похлопывающими движениями нанести. Хотя у меня была ситуация, когда я была настолько уставшая, что я набабахала этого крема непонятное количество. Он и так впитался, и мне также он нравится в качестве подложки под макияж, то есть под консилер. Вот если вы просто хотите пойти в магазин и купить что-то такое универсальное на каждый день, то вот я считаю, что к крему от Kiehl стоит присмотреться. Есть у меня интересное средство, которое не каждой придется по вкусу. Это баттер под глаза. Это масло, которое наносится под глазки, и оно идет с эфирными маслами. На самом деле это полностью натуральное средство, которое имеет явную слегка медицинскую отдушку. Если вам нравятся разные эфирные масла в принципе, философия и все с этим связанное, то вас это средство не напугает. Сначала я открыла, так год тому назад понюхала, я думаю, господи, как этим пользоваться? Это же постоянно будет ощущаться на лице. На самом деле именно благодаря вот этим ароматам, ну то есть маслам вот этим, у нас расслабляется область под глазами, как будто дает расслабление мышцам. Я знаю, что некоторые из вас купили этот баттер и также остались довольны. Вот это супер-мега питание. Если вы живете в таком суровом климате, и зимой еще постоянно работает обогревание какое-то, и вы чувствуете, что вашей коже всего недостаточно, то попробуйте такой баттер. Он как будто немножко кристаллизуется, то есть небольшие комочки есть в нем, но когда распределяешь это под глазками, то они тают, и я не вижу в этом ничего страшного. И я привыкла, в принципе меня не смущает эта консистенция. Еще один немаловажный момент, несмотря на то, что здесь полностью натуральный состав, у меня нет никакой аллергии. В прошлом году я была очень сильно довольна кремом из iHerb, как-то он называется, Анна, что-то там. И сначала все было хорошо, но потом пошла такая аллергия, что у меня прям облезла кожа под глазами, у меня были сильные отеки. Не все яблоки одинаково полезны. Иногда со временем ты приходишь к выводу, что к любому средству нужно подходить с особой осторожностью. Из каких-то таких дополнительных средств, с которыми я пользуюсь, которые работают, и которыми мне хотелось бы поделиться с вами, это увлажняющие патчи. Конечно же, это корейские Petite Fee, они не столько увлажняют, сколько осветляют и подтягивают область под глазами. И вот если я очень сильно не выспалась, я выгляжу уставшую, тогда я клею патчи от Petite Fee, и минут через 20-30 ситуация немного улучшается. Ну, надо понимать, что это такое одноразовое действие. Что касается супер-мега увлажняющих, осветляющих, даже омолаживающих патчей под глаза, это, конечно же, Lancome. Я их использую только в каких-то, как поляки говорят, экстра случаях, да, потому что мне жалко. Это дорогое удовольствие. Здесь 5 пар. Вот, каждая из них запакована отдельно. Это очень удобно. Поэтому, когда я куда-то еду, я обычно беру с собой на всякий случай вот эти патчи. И, конечно, вот эти патчи значительно отличаются от корейских именно в плане увлажнения. Они, знаете, что делают? Они кормят кожу под глазами. И когда у вас кожа как будто насыщена всеми полезностями, она не нуждается ни в чем. Она максимально увлажнена, поэтому кожа будет выглядеть моложе. Вот эти патчи имеют правильную форму. Они очень сильно пропитаны. Я всегда наношу патчи и потом вот эту эссенцию распределяю по шее, чтобы добро не пропадало. И когда мои финансы поют романсы, я понимаю, что не могу себе позволить вот эти от Lancome. Я покупаю чуть менее, но тоже хорошо увлажняющие патчи от марки Sephora. Удобно, что они продаются по отдельности. Тоже беру их с собой в поездки. Они имеют очень большую форму. И когда я крашусь, мне удобнее нанести вот эти. То есть, они там под глазками себе работают, а я крашу века. Вот эти ты приклеиваешь, и патч заходит прямо на верхнее веко. Поэтому не всегда удобно собираться в процессе того, как патч работает. Но вот эти вот патчи, особенно мне нравятся с авокадо и, по-моему, с розой. Да, такие в розовой упаковке. Я пробовала все, и когда какие-то скидки, я беру прям патчками вот эти вот патчи, чтобы они всегда были у меня. Патчи я очень люблю и уважаю. И, девчонки, я рассказывала вам о том, как классно работает сыворотка от Lancome на моей маме, что состояние кожи вокруг глаз значительно улучшилось. Она выглядит свежее, она выглядит моложе. Но это вот все та небольшая разница, когда кожа ухоженная, неважно в каком она возрасте, и не ухоженная. Моя мама раньше особо не ухаживала за кожей так, как надо. И сейчас, когда она пользуется какими-то средствами, которые я ей передаю, это зачастую эффект вау. Она наносит на себя немного косметики, она пользуется легчайшим тоном, легчайшей пудрой. Вот чтобы сейчас сильно не затягивать, я просто скажу, что вот эта сыворотка от Lancome, тоже из линейки Женни Фиг, это конкретно сыворотка под глаза, на моей маме дала восхитительные результаты. Я, скорее всего, из-за отсутствия каких-то глобальных антивозрастных вопросов не могу подтвердить такое же действие конкретно на себе. Но эта сыворотка дает очень хорошее увлажнение, она легкая, и когда я ее наношу, я потом часто задаюсь вопросом, я уже воспользовалась кремом или нет. Ну, думаю, ладно, еще раз намажу кремом на всякий случай, вроде как должна быть сыворотка, потом крем. Если вы хотите чем-то попользоваться для профилактики, скажем так, для дополнительного увлажнения, чтобы прям была такая увлажняющая бомба, то да, ну вот прям must have, каждому бежать, и масса против морщин в 30 лет, ну, при таком состоянии кожи, как у меня, наверное, не стоит. Я не знаю, скорее всего, подарю маме, так как на ней она круто работает, пусть мама и дальше продолжает пользоваться вот этим чудесным средством, которое, как мне показалось, на возрастной коже будет работать лучше. Здесь металлический аппликатор, благодаря ему средство удобно распределяется, и, как мне показалось, вот этот металлический аппликатор, он одновременно приводит кожу в тонус, но и расслабляет ее, так как мы все-таки выполняем массаж. И мне кажется, что на этом с уходом мы закончим. Давайте перейдем к консилерам, к маскировке наших с вами проблем. Итак, консилеры. Я считаю, что в повседневной жизни, если вы вынуждены краситься каждый день, лучше отдавать предпочтение чему-то легкому, пусть не супер маскирующему, но такому увлажняющему и ухаживающему, чем таким текстурам, как Tarte Shape Tape. Но согласитесь, большинство проблем видим мы с вами, остальные не обращают на это внимания. И если пользоваться чем-то супер плотным и стойким, прям каждый день, это угробит кожу. Неважно, какой крем вы будете наносить под глаза. Я это говорю, я, человек с тонкой кожей, у которого постоянно видны синяки под глазами. Мало того, у меня еще есть впадины, которые мне генетически достались. И тут помогут только филеры. Полностью устранить эту проблему одним косметическим средством не получится. Я реально смотрю на какие-то дефекты на своем лице, на своем теле. И с этим тоже можно жить, поэтому я пользуюсь чем-то легким в повседневной жизни, если крашусь. И вот эти вот три штучки, это палочки-выручалочки, действительно выглядят, как волшебные палочки. Это увлажняющий консилер от Gouche, это консилер от YSL Tusha Kla, и BB Highlighter от Estee Lauder. Все они отменно подойдут для возрастной кожи, для того, чтобы подсветить область под глазами. Да, они не сильно перекрывают. Я более чем уверена, что одного из вот этих трех консилеров будет достаточно для ежедневного освежающего макияжа, особенно если вы не нуждаетесь в какой-то серьезной маскировке, каких-то проблем под глазами, если у вас нет явных синяков, и вы хотите что-то вообще незаметное. То есть вот эти консилеры, они как будто растворяются, в кожу впитываются в нее, сливаются воедино. Не знаю, там ангельское пение, но я сейчас шучу, конечно же, но они не скатываются в морщинки, они не делают какую-то сахару под глазами, кожа с ними очень-очень комфортна. Да, вот эти вот три варианта самые легкие на каждый день. Если мы говорим о средней плотности покрытия, но ближе, наверное, к легкой, о увлажняющих консилерах, ой, чуть не упал один, которые способны скрыть какие-то вопросы, но они не окажут никакого негативного действия на состояние кожи вокруг ваших глазок. Один из самых недорогих в моей коллекции, да, я блогер, я постоянно что-то пробую, я покупаю новые и новые консилеры, чтобы быть в теме, чтобы иметь с чем сравнивать, чтобы все попробовать на себе, и потом поделиться с вами своим опытом. Вот этот от Maybelline из линейки Fit Me, очень неплохой, но его обязательно надо фиксировать пудрой, иначе он может скатываться не то чтобы в морщинки, а в какие-то складочки, которые хочешь или не хочешь, есть на каждом веке. А если у вас возрастная кожа, я бы советовала обратить внимание на консилер от марки Helena Rubinstein. Он есть у моей мамы, я себе тоже заказала в более светлом оттенке. И вот один момент, это цветовая палитра. Есть всего три оттенка, и зимой я пользуюсь первым, летом мне подходит второй. Сейчас второй я отдала своей маме, так как он ей подходит на протяжении всего года. И как бы мне складировать это все незачем, но имейте в виду, что это отличный консилер, там 15 миллилитров. И когда я показала его в своем инстаграм, то многие девочки написали, что да, это мой фаворит, да, он стоит недешево, но он ухаживает также за кожей. И вот этот консилер могу посоветовать из такого сегмента недорогих. Еще мне нравится Clorans. И тут я сама промахнулась, я заказала второй оттенок, так как первый мне светловат, а второй слишком розовый. Третий слишком темный. И вот что тут поделать, у меня много всего, некоторые оттенки мне подходят только в конкретном сезоне. Если посмотреть на свочи, то все они абсолютно разные. Где-то я прогадала с цветом, что-то мне подарили, как вот этот Epsiland Loran, он слишком светлый, и я им пользуюсь только в январе-феврале, когда я максимально бледная. Но вот этот второй я все равно каким-то образом приспособила, и он подстраивается под оттенок кожи. Но если бы покупала второй раз, брала бы единичку. Он замечательный. Это один из лучших консилеров, которые я когда-либо пробовала. Он чем-то напоминает мне Хелена Рубинштейн. И если надо было бы выбирать, то я бы долго находилась в раздумиях. Один из любимых консилеров это Too Faced. Причем я его настолько сильно люблю. Это Brand This Way, что я его даже купила в более темном оттенке. И когда я супер загорелая, я или смешиваю их, или пользуюсь вот этим. Сейчас Light мне светловат. Вообще очень хороший консилер. Он также не сушит, он дает среднюю плотность покрытия, он не скатывается. Я пользуюсь консилерами с пудрой от Too Faced. Я до сих пор ее обожаю. Вот прям одна из лучших, которыми я когда-либо пользовалась для закрепления именно улажняющих консилеров, так как они требуют такой фиксации, чтобы они не скатывались, чтобы они держались целый день. Выглядит эта пудра таким образом. Она имеет слегка банановый оттенок, желтоватый. Но независимо от того, я сильно загорела, или я очень бледная, она всегда смотрится нормально. Я израсходовала где-то одну четвертую упаковки. Я сейчас уже говорю, что это фаворит года. Я наношу эту пудру также на все лицо, так как я чаще всего пользуюсь и увлажняющими тональными средствами. Даже если они стойкие, то все равно это не железобетонные в стиле Estee Lauder Double Wear, а что-то более комфортное на лице. Вернемся к консилерам. Консилер, который у меня уже закончился, это тоже здесь вот прям остатки. Это, конечно же, Armani. Он еще более плотный. Это вот настоящая средняя плотность покрытия. И его на очень долго хватает. Несмотря на то, что здесь вот такая маленькая упаковочка, у него замечательная пигментация. Он еще и подсвечивает область под глазами. И да, когда мне хочется сделать вечерний макияж, сейчас я довольно редко пользуюсь им днем. Все-таки выбираю что-то еще легче. Наверное, я начала принимать себя такой, какая я есть. Раньше я пользовалась им каждый день. И да, просто любимец. Покупала два раза. Платила свои кровные и ни разу не жалею. Когда-то я обязательно к нему вернусь, но пока что я дала себе обещание допользовать то, что у меня есть, что мне нравится, чтобы добро не пропадало. На самом деле, вот эта пустая баночка, вот эта, здесь мало что есть. И вот этот консилер на подходит. Так что прогресс идет полным ходом. Из таких более плотных, стойких консилеров, корректоров. Да, эти средства можно наносить не только под глаза, они также скроют несовершенство на всем лице. Могу посоветовать вот эти два. All Hours от Yves Saint Laurent. Он у меня во втором оттенке. Кстати, вот этот цвет прям хорошо мне подходит, независимо от того, бледная я или загорелая. Очень классный оттенок. Слегка такой персиково-желтый. То, что я люблю. Вот им я пользуюсь в тех случаях, когда мне хочется быть уверенной в своем макияже на 100%. И когда мой внешний вид оставляет желать лучшего. Вот этот консилер-корректор от марки L'Oreal. Я недавно показывала вам в собиралке. Я считаю, что это бюджетный аналог NARS Radiant Creamy Concealer. Он такой же плотненький, он такой же не сушащий. И да, он все хорошо перекрывает, при этом неплохо держится и на лице, и под глазками. Тоже такой персиковый оттенок. Классно подходит под мой тип внешности. У меня 3,5N. Но он такой прям не самый светлый. Учитывайте это, если будете заказывать онлайн. И, девчонки, на этом практически все. И, ребята, если вы меня смотрите, я недавно купила себе вот такой огромный, он просто гигантский, консилер от Too Faced. И признаюсь, что сделала я это только ради интереса. Потому что многие его хвалят. И так как я очень сильно полюбила вот этот, то мне сложно было устоять. У него абсолютно адекватная цена. Особенно учитывая то, что здесь очень много самого средства. 15 мл. И если даже сравнить его старт, то он еще больше. Здесь такой вот огромнейший аппликатор. И я им пользовалась буквально 3 раза. И могу сказать, что он действительно перекрывает все. Я очень давно не пользовалась чем-то таким плотным, чем-то настолько плотным, что когда я им накрасилась, мне показалось, что я после какой-то пластической операции, если сравнивать его с Shape Tape, это более комфортная формула. Он у меня был. Я отдала его подружке-визажисту. Она сама им пользуется. Говорит, что просто обалденный. Я со своей кожей не могу пользоваться. Тарт, он делает под моими глазами что-то страшное. Припудриваю, не припудриваю. Самое микроскопическое количество делало что-то страшное у меня под глазами, поэтому я просто от него избавилась. Вот этот же пока что привел меня в полнейший восторг. Посмотрим, как он поведет себя дальше. Я уже протестировала его в максимально экстремальных условиях. Мы были на настоящей краковской дискотеке. Если вы когда-то были в этих подвальных помещениях, где столько людей, что тебе даже танцевать негде, из тебя все просто льется. И когда в 3 часа ночи мы вернулись домой, я посмотрела на свой макияж, и он выглядел безупречно. Это при том, что за окном лето. И вообще то, как мы плясали, я не могла поверить в то, что мой макияж все еще на месте. То есть я промакивала лицо салфетками. Это выглядело страшно. Я думала, что... Ну, вообще я даже не смотрела из зеркала, чтобы не расстраиваться, потому что спасать там уже как бы нечего. Вот. И я не люблю поправлять макияж в течение дня. Ну, я не знаю, я не знаю, что сказать. Пока что, пока что это восторг. Еще у меня есть минеральный консилер от марки Bare Minerals. Причем вот этот оттенок очень сложно где-то достать. Называется он Well Rested. Это светоотражающий консилер, который я набираю на такую кисточку, бочоночек, но он чуть больше, чем тот, который для глаз. И вот когда я наношу минеральную пудру, потом беру консилер, вот таким образом его наношу под глаза, и все. Он делает взгляд настолько отдохнувшим. И главное с ним не переборщить, иначе он будет скатываться. Я его не закрепляю ничем. И он, конечно, скрывает все как ластик, при этом не перегружает кожу. Если вы хотели попробовать что-то из минеральной косметики, или вы просто предпочитаете что-то такое, то вот этот я могу посоветовать. Я надеюсь, что вам было интересно, вы узнали что-то новое. Если это так, то не забудьте поддержать меня пальчиком вверх. Я старалась сделать этот обзор максимально полезным и информативным. Вот на этом будем прощаться. Делитесь вашими находками, вашим мнением по поводу тех средств, которые я сегодня показывала. Что-то еще, не помню, сказала о креме от Shiseido Benefiance, который именно концентрированный. Тоже один из лучших кремов под глазами. Наверное, теперь уже точно все. И да, еще мне нравилась сыворотка от Estee Lauder Advanced Night Repair. Да, я очень долго ее пользовалась. Если хотите что-то такое антивозрастное для профилактики, для улучшения состояния кожи, то до сих пор считаю, что она отменная. Но от Lancome дает больше увлажнения. Это тоже факт. Все. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.